Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Я приветствую вас в программе «Формула права». Сегодня мы будем разговаривать о трудовых взаимоотношениях на предприятии, что это такое, с чем это едят. В гостях у нас Наталья Колоскова, это специалист по кадрам. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! И адвокат Сергей Елисеев, тоже не меньше специалист по трудовым вопросам и трудовому праву. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Итак, трудовые взаимоотношения. Мы все, по сути, являемся либо работодателем, либо работником. Как же это все происходит, как это регламентируется в фирмах. Давайте начнем, наверное, с, как мне кажется, с АЗОВ, это внутренний трудовой распорядок. Уважаемые коллеги, что же это такое, внутренний трудовой распорядок? По сути, я так понимаю, это у нас конституция предприятия или нет? Начинается, я думаю, лучше с трудового договора, трудовых отношений между работником и работодателем. В трудовом договоре что должно быть? Исключительно первое место работы, чем конкретно работник должен заниматься, каков оклад у него будет, его социальные права. Да, в соответствии с трудовым законодательством, а также может работодатель в трудовом договоре определить определенные гарантии и компенсации, которые он сам может по своей инициативе предложить этому работнику. Дальнейшее уже действие уже должен сам работник выполнять, а именно трудовой распорядок. Он должен знать, во сколько он должен прийти на работу, во сколько он имеет право уйти из работы, во сколько у него обед. Но это же указывается как раз в правилах внутреннего трудового распорядка. Вот тот, кто нас смотрит сейчас на сайте Финам.ФМ, конечно, видит, как Наталья Клоскова машет головой, кивает, говорит, да-да-да, не стесняйтесь, Наталья, говорите. Да, я хочу как раз не согласиться, что трудовой договор первоочередной, как раз правило внутреннего трудового распорядка является более главным документом. Потому что с ним мы должны ознакомить будущего работника еще до заключения трудового договора. И когда кандидат пришел устраиваться на работу, он должен уже до подписания трудового договора понимать, что его будет ожидать. И как он будет получать заработную плату, в какой форме, как будет оплачиваться. Сколько работать должен. Правильно же, Сергей? Правильно, Наталья? Да, правильно. Рабочее время его и те же самые отпуска, которые ему будут полагаться. Это все должно быть прописано в правилах внутреннего трудового распорядка. И именно до заключения трудового договора вы обязаны ознакомить его со всеми локальными актами в организации. И правило внутреннего трудового распорядка является основным документом, локальным актом. Я понял. То есть это локальный нормативный акт. Да, совершенно верно. Выражаюсь практически матерным юридическим языком. Напоминаю, телефон прямого эфира 6510996, код города 495. Пожалуйста, звоните, рассказывайте нам, а вас кто-нибудь знакомил с правилами внутреннего трудового распорядка? А если вы вдруг являетесь работодателем, а у вас такой документ существует на фирме? Нам было бы очень интересно это узнать, да и нашим радиослушателям услышать, как же это все-таки делается у вас. Потому что как это должно быть, мы как раз сейчас и будем обсуждать. Итак, мы выяснили, что правила внутреннего трудового распорядка. Самый первый источник всего, что связано с взаимоотношениями работника и работодателя. Вы сказали, что это очень важный документ. Хорошо, предположим, у меня его нет. Вот как у работодателя, у меня его нет. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что, когда придет Государственная инспекция труда, первое, что она запросит у вас. И, соответственно, если у вас его нет, то со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе штрафами. Хорошо, но я тогда позвоню Сергею, он меня отмажет. У работника должна спросить, да, вы хотите сказать, правильно? Трудовая инспекция. У работника или у работодателя? Нет, трудовая инспекция приходит проверять работодателя и, соответственно, запрашивает все необходимые документы, те, которые должны быть в организации. Правильно. А у работника, я так предполагаю, при наличии трудового договора должен быть экземпляр приложения правил трудового внутреннего распорядка, правильно? Нет, правила внутреннего трудового распорядка должны, копии их находиться в доступном месте, так, чтобы работник, если вдруг он забыл, под чем он подписался, потому что знакомиться с правилами, со всеми локальными актами нужно под роспись обязательно. Вот, но если он забыл, он всегда должен иметь возможность прочитать, вспомнить и не забывать, что он все-таки должен делать и как себя вести на работе во время своего рабочего дня. Тот, кто нас может видеть на сайте финам.фм, смотреть прямую трансляцию, мог посмотреть, как Сергей задумался. Есть какой-то повод для этой задумчивости? Есть повод, потому что вот сейчас мы говорим о чем? Правила внутреннего трудового распорядка, мы говорим о том, что должны быть у работодателя. Вот, давайте возьмем практику, по жизни как есть. По жизни, как правило, у работника нет, отсутствует трудовой договор, когда он приходит на консультацию, мы спрашиваем, у него документ есть, что вы подписали при приеме на работу? Отсутствует, а вы уже говорите о правилах внутреннего трудового распорядка, у него тем более этого документа нет. Уже даже касаемо должностной инструкции, что он обязан на работе делать, это обязательно должно быть на руках у работника, но это тоже не делают и не выдают. Порой бывают такие, вот мы о чем сейчас говорим, о том, чтобы люди были более грамотны в правом плане, что да, хорошо, когда вам говорят, хорошая зарплата, хорошая работа, но бывают моменты, когда начинается все по-другому, когда приходится право свое оспаривать, то ли работу, то ли нормальную зарплату получать. И очень важно, слушатели, которые нас слышат, важно, чтобы документы у вас были на руках, первое, трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка и обязательно должностная инструкция, что вы обязаны делать у работодателя. Если этих документов нету на руках? Каждый кузнец своего счастья, он должен просить у работодателя эти документы получить на руки. Я немножко объясню нашим радиослушателям, вот Наталья Колоскова как раз у нас больше представляет интересы работодателя, да, а Сергей как раз защищает работника. Да, правильно. Вот, просто чтобы понимали, сегодня у нас такая будет интересная дискуссия, я как бы задам уже, это больше у нас в следующей части программы, но уже будет сейчас интересно как бы озвучить. То есть, слушайте, а вот есть правила внутреннего трудового распорядка, по ним строятся все трудовые взаимоотношения, ну, помимо Трудового кодекса, да, который все это регламентирует еще раз. Правила внутреннего трудового распорядка, это больше так в доступной форме, правильно описано? Абсолютно, это не секретный документ. Вот, но, слушайте, есть еще такое положение о персонале. Кто-нибудь в вашей практике с этим сталкивался? Я нет, я не сталкивался с таким. Это вот, ну, относительно последнее веяние, то есть, вот приоткрыли окно, по следам Петра приоткрыли окно в Европу, и вот оттуда, да, кинулось вот такое понятие, как положение о персонале. Многие фирмы используют данное положение, кто-то использует вместе с правилами внутреннего трудового распорядка, кто-то использует отдельно. Вот я хотел бы тоже поговорить на эту тему, почему? Потому что есть предпосылки к положению о персонале, на самом деле еще и в Советском Союзе это было известно, то есть, это не настолько новое из Европы. Называлось это сухо в трудовом кодексе, как коллективный договор. Но сейчас вернемся к правилам внутреннего трудового распорядка. Итак, у сотрудника, вы сказали, Сергей, должно быть на руках трудовой договор. Раз. Ну, трудовой договор, контракт. Ну, контракт, да. Сейчас, можно говоря, да. Правила внутреннего трудового распорядка. Угу. Третье. Должностная инструкция обязательно, что он обязан делать на работе. Хорошо. Я задал, как бы, вопрос, если этого нету. Трудовой договор считается заключенным же, если даже... Вышел на работу. Уже исполняет свои трудовые обязанности. Вы правильно говорите. То есть, суд, соответственно, примет сторону сотрудника, работника и скажет, что... На постоянной основе. То, что вы не подписали договор, руководатель, уважаемый правил. При этом работник должен доказать факт того, что он был допущен к выполнению работ ведомо руководителя организации. И это будет уже тогда его задача доказывать. Работника именно. Так. А как он может это доказать? Нет у него документов. Свидетели. Свидетели. Обязательно. Электронная переписка, задания, которые ему давали. Давались. Я скажу, по судимной практике, суды, даже не доводя дело до решения, они предлагают работодателю заключить мировое соглашение с работником, когда конфликт такие происходят. Как правило, суды становятся все-таки на сторону и защищают интересы работника. И работодатель, чтобы не доводить до решения, когда он еще больше может заплатить этому работнику, именно предлагает заключить мировое соглашение. Не споря, не оспаривая сам факт, какой был порядок приема на работу, что он делал, какую зарплату получал. Как правило, судимная практика говорит о том, что суды в России, они защищают интересы работника. То есть работодатель, если он хочет избежать в дальнейшем каких-то разбирательств, наоборот, да, Наталья, должен уже сейчас позаботиться о том, что... Я хочу сказать о том, что работодатель обязан в течение трех дней заключить этот трудовой договор с момента преступления работника к работе. Иначе соответствующие штрафы ему грозят. И еще такой момент, надо работодателю очень учитывать, что если работник приступил к работе, и с ним не был заключен трудовой договор, и не было указано, что ему назначается испытательный срок, то этот срок уже больше назначить нельзя. Угу. Я понял вас. Смотрите, сейчас мы тогда плавно будем передавать микрофон Наталье Ишатовой, которая сообщит нам последние новости. А после этого мы еще раз вернемся к коллективному договору, или как это сейчас модно называть, положение о персонале. Вот хотелось бы просто еще вот в эту сторону покопать, ну и разберем немножечко вашу практику. Мы продолжаем разговор о трудовых взаимоотношениях на предприятии. Я хотел бы сейчас немножечко вернуться к положению о персонале. Почему? Потому что сейчас это начинает как бы быть более распространенным. Уже все устали от, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1984 году было принято положение о внутреннем трудовом распорядке. Ну что-то, короче, вот в те далекие годы уже, видите, даже страшно представить, что в прошлом столетии. Ну звучит это красиво. В прошлом столетии еще примерно. И возвращаясь, то есть у нас внутренний трудовой распорядок – это локальный нормативный акт организации, а положение о персонале – это как бы получается внутренний документ. Для многих, то есть положение о персонале – это как бы сейчас современное название. Коллективный договор. Вот как он шел из советского трудового права, так вот он и остался. Коллективный договор. Что лучше теперь для работодателя? Коллективный договор или же правила внутреннего трудового распорядка? Это два разных документа абсолютно. Вот объясняйте мне бестолковым. Коллективный договор – это соглашение. Так. Это соглашение между работодателем и представителями работников, которые они соглашаются, принимают условия друг друга. А правила внутреннего трудового распорядка – это все-таки работодатель сам их устанавливает. И вопрос в том, что при устройстве на работу сотрудник либо подписывает его без обсуждения, либо отказывается работать в таких условиях. А коллективный договор именно вот с представителями работодателя идет, он готовится, это соглашение между работниками и представителями работника, готовится соглашение о тех же самых практически правилах, но там еще могут быть устанавливаться дополнительные льготы, гарантии. Обучение. А в обучении, да, представление дополнительных отпусков людям, воспитывающих детей, допустим, до 14 лет. Это тоже не… это все в коллективном договоре должно быть согласовано. При этом после того, как коллективный договор все-таки был заключен, это соглашение, его нужно уведомительным характером зарегистрировать в органах по труду. И эти органы уже изучают это коллективное соглашение и дают оценку положениям, которые там были заключены. Если они противоречат трудовому законодательству, то они выносят свой вердикт, что в этой части коллективное соглашение не действует. Напоминаю, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6. Вы можете также писать ваши вопросы на сайт finam.fm. Телефон прямого эфира 65 10 99 и 6. Код города 495. Сергей, ваша практика. Вы сталкивались с коллективными договорами? Сталкивался. Коллективный договор – это фактически еще одно усиление социальной защиты работника. И когда он есть, это хорошо. То есть для работника коллективный договор хорошо? Обязательно. Пример. Была такая практика в конце 90-х, недалеко здесь расположена, Академия имени Петра Великого, ракетных войск стратегического назначения. И вот у них была практика бывших жен военнослужащих просто выселять за территорию Москвы из служебных жилых помещений. Но многие жены, в силу того, что когда мужья поступали, они именно устраивались на работу в качестве служащих в Академию. И в коллективном договоре было указано, что тот, кто работает в качестве служащего в Академии, не может быть выселен из занимаемого жилого помещения. И десятки людей сохранили право пользования жилым помещением в Москве. Вот пример того, что коллективный договор именно настроен на то, чтобы дополнительно защищать работника. Но в договоре же можно, если мы, например, берем, да, мы взяли сейчас государственное учреждение. Да. А если мы берем частную фирму? Если частную фирму. Мы сходим из того, какая позиция профсоюза в частной фирме в конкретном предприятии. Естественно, работодателю будет стараться меньше делать социальных возможностей для своих работников. Его задача получать прибыль, а профсоюз должен быть сильный. И для того, чтобы усиливать роль работника, нужны коллективные договора. А как же социальная направленность предприятий? Я как работодатель, я вам говорю, что да ничего, ни черта подобного у нас, напротив. Я заботюсь о том, чтобы сотрудники обучались, совершенствовали свои профессиональные навыки, двигались дальше, дальше. Вы, правда, прям так, знаете, по ушали, прям срубили на корню. Я даже на вас обиделся чуть-чуть. Давайте берем не Москву, а город Карачево, Брянская область. Федеральное государственное унитарное предприятие «Электродеталь». Оборонное предприятие, которое неожиданно вдруг акционировалось в 2011 году. И что дальше произошло? Значит, те работники, которые там работали, как получали зарплату 7-8 тысяч рублей, так и остались получать. Дальше. Персонал, который новый, начиная от юриста, получает для районного города 40 тысяч рублей. Бухгалтеры получают 200 тысяч рублей. Заместители директора все купили квартиры в городе Брянске. Это 30 километров они ездят на это предприятие. И цель, естественно, нового директора, чтобы уменьшить возможность профсоюза каким-то образом защищать работников. Вот именно сейчас данность частного предприятия. Частное предприятие, его задача – получать и извлекать прибыль. Социальная направленность, о которой мы говорим, ну, оно как-то на вторых ролях. Мы можем говорить о социальной направленности, это в советские годы, когда люди могли ехать и за границу, и по путевкам, и дети в детские лагеря бесплатно. Сейчас совсем другое время. Сергей, какой у вас печальный опыт. Я не печальный опыт, я говорю реальность. Когда заместитель директора ездит в пятницу и вывезут в Москву на служебном автомобиле в аэропорт, он ездит в субботу и воскресенье, находится в Татарстане, живет в своем доме, а во вторник возвращается на работу. И все это за счет предприятия, которое было раньше государственным, оно стало частным. Вот вам итог. К чему пришло? Акционирование федерального государственного унитарного предприятия. Это не печальность, это данность. Лучше, наоборот, идти по пути создания народного предприятия. Если оно было государственным, именно народное предприятие, люди активные, которые готовы, чтобы предприятие процветало, лучше именно по этому стезе идти. Или вам другой пример. Мы ездили с сыном на Ногинский комбинат по производству мороженого. Я не знаю, как в 2007 году это предприятие акционировалось. Там большие ангары, холодильники, сдают в аренду. Что, государству плохо, если в аренду сдают эти ангары? Это хорошо предприятие, это хорошо государству. Оно вдруг стало частным. На этом предприятии 80% я сам лично увидел, работники Средней Азии, там русских, россиян. Увидишь, просто посчитать. 1, 2, 3, 4, 5 и все. Вот эта политика акционирования частная, когда предприятия, которые нормально стоят на ногах, хорошо работают, их переводят в частную собственность, это в ущерб государству, в конце концов. И если мы говорим, в конце концов, о том, что социальная направленность на предприятии частном в России, то сейчас, я думаю, что в этом плане, скажем так, щит для работников, это с одной стороны, трудовой кодекс. И плюс еще, давайте тогда трудовой договор. Давайте другой пример рассмотрим. Смотрите, существует сотрудник, у него трудовой договор, но вот он не исполняет свои обязанности, скажем так, так, как ожидает работодатель, так, как оговорено внутренним трудовым распорядком. То есть наш трудовой кодекс говорит, по сути, приходи с 8 до 6 или до 7, какой у тебя график работы, делай вид, что выполняешь свою работу, неважно, есть ли у тебя экономический результат или нет экономического результата, и тебя уволить невозможно. Почему не уволить невозможно? Грубое нарушение трудовой дисциплины. Какая великолепная формулировка. Грубое нарушение. А что у нас считается грубым? Грубым, это минимум, это человек сутки не вышел на работу без уважительных причин. Да он ходит, он просто лоботряс, он ходит с 8 до 7, 365 дней в году, понимаешь, что утрирует, но он ни черта не делает. Я скажу на практике, если лоботряс, то он, первое, опаздывает, второе, как правило, даже не выйдет на работу, ему все равно. Есть такая категория людей, что делать? Но такие люди, я не думаю, что их надо уговаривать работать. Предприятию в данном случае невыгодно таких работников держать. Наталья машет головой. Не надо головой размахивать, надо просто... Неисполнение своих трудовых обязанностей тоже влечет к дисциплинарным взысканиям. Как известно, неоднократное дисциплинарное взыскание грозит увольнением. Наталья, красиво сформулировано, но вы понимаете, вот о чем я веду. Я понимаю, просто единственное, что в этом случае работодателю придется немножко потрудиться. Вот, вот здесь поподробнее, потому что нашим радиослушателям... Например, давать задание этому работнику в письменной форме, получать от него соответствующее выполнение заданий тоже в письменной форме. Оговаривать сроки исполнения этих заданий. Неисполнение этих сроков и этого задания, соответственно, невыполнение его трудовой функции. То есть от бюрократии мы, в принципе, уйти не можем, да? Что касается современного трудового кодекса, нам положено все оформлять письменно. Все письменно, естественно. И я хочу сказать, что статья 81-го трудового кодекса дает большие возможности работодателю такого недобросовестного работника не держать на работе, а именно принять меры к его увольнению. И также еще есть возможность аттестации работников. Об этом тоже не надо забывать, которые, в принципе, мы должны проводить. И по итогам аттестации, соответственно, мы можем как уволить сотрудника или направить его на дальнейшее обучение. Если вдруг выяснится, что он не может выполнять свои должностные обязанности, ну, в силу каких-то других обстоятельств, чем лень. Хорошо. Предположим, столер на мебельной фабрике. Вот. Великолепно. Приходит с 8 до 7. Все выполняется в соответствии со своим, как бы там, трудовым договором. Единственное, что он делает, там, например, приходит и говорит, что, ребята, вы ставите задачу, для которой мне там необходимо, ну, я не знаю, новое оборудование. Понятно, что это не необходимо, но он пишет служебную записку, что в соответствии с его квалификацией он не может выполнять данную работу, порученную ему руководителем, потому что, например, ему нужен новый электрорубанок, который, кстати, качественно улучшает условия труда данного сотрудника. И так это повторяется, вот ищутся вот такие козни. Вот работодатель в конечном итоге говорит, слушай, сейчас ситуация на рынке такая, что на самом деле мне просто реально легче найти другого сотрудника, чем такого умника. Ну, для этого существуют, устанавливаются нормы выработки для таких работников. И они проводятся в том числе и расчетным путем. То есть на самом деле законодательство позволяет нам, ну, как нам, да, не только к сотрудникам, но и как работодателям говорить, что, ребят, не устраиваешь, то есть не делаешь, уходи. И что суд тогда говорит? Ну, сначала не уходи, работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, проверки вообще работодателя, правомерно ли в отношении него претензии. А то есть, подождите, подождите, то есть сначала как бы, да, обратиться к государству и трудовая инспекция... Обязательно, да, выйдет на место, проведет проверку, обязательно, да. Трудовая инспекция будет проверять все подряд или только касательно данного факта? Ну, вот вопрос, вы же подходите к тому, что его уволят. Естественно, трудовая инспекция будет проверять законность подготовки документов и вообще всей этой процедуры увольнения. А тот случай, который вы сказали, я не думаю, что работодатель, который именно видит, что работник инициативный, он будет стараться, чтобы такой работник и работал. А в случае, если все-таки такого работника уволили, первого включает трудовая инспекция, которая делает свое заключение, и работник имеет право параллельно обратиться в суд. При наличии заключения, что увольнение было незаконно, суд поставит вопрос о его восстановлении на работе. Сейчас мы прервемся на новости, а после новостей продолжим. Мы продолжаем нашу программу. Телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код города 495. Вы можете также написать ваши вопросы на сайт finam.fm. Мы продолжаем наш разговор как раз по поводу практики Сергея и коллективных трудовых соглашений, или трудовой договор. Коллективный трудовой договор. Ага. Смотрите, то есть мы разобрали вопрос с Толером, теперь переходим. Так может быть все-таки в трудовом коллективном договоре предусмотреть какие-то, поскольку это же договор, свобода договора, правильно? Да, правильно. Какие-то определенные моменты, корпоративный дух, сейчас это принято говорить, корпоративная культура, корпоративная этика. Все это можно предусматривать? Все это можно предусмотреть Правильно сказать, или свобода договора Единственное, что это не должно противоречить Трудовому кодексу И не должно быть формально, оно должно быть реально И как на пользу Работника, так и на пользу Работодателя Так может все-таки положение о персонале Или же коллективный договор Это как раз и есть Выход, панацея Чтобы внести То, что он как работодатель Не нравится в трудовом кодексе Как-то обыграть в коллективном договоре Можно такое сделать? Ну, уже сказали То, что не нравится в трудовом кодексе Это, конечно, очень красиво Прозвучало, но я думаю Что это невозможно сделать Потому что мы все равно должны действовать в рамках Трудового законодательства И все, что вы примете Противоречащее трудовому кодексу В части, которое вам не нравится, оно все равно будет Недействующее Да, это очень важно То есть есть орган, трудовая инспекция Который смотрит Эти моменты соответствуют действующему законодательству Или нет Если нет, естественно, она примет меры Но кроме того, что трудовая инспекция у нас На защите права работников В какой-то степени защищает еще права и прокуратура Когда вообще Ситуация из ряда вон уходящая Работник имеет право, надо отметить И в прокуратуру обратиться Она тоже четко, оперативно реагирует По защите прав, если действительно есть нарушения А что с временным договором? Что с временным договором? Не трудоводен, то есть не брать на постоянную работу А ограничиться каким-то временным договором Ну, у нас существует два вида трудовых договоров Срочный и бессрочный Опять-таки, срочный договор мы можем отключить только При определенных обстоятельствах Которые тоже оговорены в трудовом кодексе Например? Например, для выполнения какой-то конкретной работы Которая имеет срок Или сезонные работы Например, юрист Как пример? Нет Юрист, если вы ему поручаете Разработку какого-то проекта Я пытаюсь просто найти выход Для работодателя Ну, не хочу Понимаете? Не хочу Как вы правильно сказали, Сергей У меня коммерческое предприятие Я зарабатываю деньги По соглашению По соглашению между работником и работодателем Может быть заключен срочный трудовой договор Но, опять-таки, не для всех работодателей А, как правило, это малые предприятия И численность работников, которых 35 человек, не более А для торговых это 20 человек То есть, если торговая организация У нее не более 20 сотрудников И она является малым предприятием Потому что по закону о малом предпринимательстве Там еще есть ряд ограничений Когда организация приравнивается к малым предприятиям Тогда, да Тогда она может по соглашению между работником и работодателем Заключить срочный трудовой договор Какой-то срок? Год? Не более пяти лет, насколько я помню Не более пяти лет, Сергей, что подсказывает ваша практика Практика заключает не более года Не более года Даже практический пример, когда предприятие Когда много людей, которые уже достигли пенсионного возраста Они получают уже пенсию И по каким-то причинам они остаются работать Работодатель, как правило, заключает срочный трудовой договор Где-то на год Именно такая практика сейчас есть Я могу потом перезаключить еще на год Можете, естественно, конечно Но не более пяти лет Если работодатель видит, что необходимость в этой работнике, да Если это касается пенсионеров, то да И опять-таки, это не обязанность работодателя заключать с пенсионером Это по соглашению Срочный договор Если не пенсионер И будут периодически заключаться срочные трудовые договоры И на исполнение одной и той же трудовой функции То суд Например, продавец в магазине Суд, как правило И трудовая инспекция, и суды Приравнивают его к бессрочному договору Блин, а как же тогда свобода договора? Ну, опять же говорю, что суды стоят на стороне работника Прежде всего На защите его социальных прав Можно главное сказать, что в Российской Федерации Очень сильное трудовое законодательство Оно, мне кажется, одно из лидирующих в мире Потому что оно корнями советских времен Это у нас была установлена 40-часовая рабочая неделя И вот я просто хочу пример сказать Бывший кандидат президента господин Прохоров Так выразился, что лучше увеличить количество рабочего времени Чтобы люди больше работали Я понимаю, что у него нет ни семьи, ни жены, ни детей И ему интересно больше находиться на работе Для себя пускай он устраивает А то, что у нас заложено в трудовом кодексе Из защитного конституции, которая говорит о том, что нельзя принимать законы Которые умоляют или уменьшают права граждан Оно должно быть так, как есть Лучше больше социальных прав, чем их уменьшать и урезать Чтобы не было социальной напряженности Чтобы было спокойно, нормальная рабочая обстановка Когда работник знает, что у него определенные права есть А работодатель знает, что у работника есть определенные обязанности Которые он должен выполнять ежедневно И если он что-то неправильно делает В нарушении трудового законодательства Он, естественно, имеет право, применив трудовой кодекс, его уволить Но вот эти социальные права, которые у нас есть Которые сильные в мире Именно в России Я даже пример скажу Вы, как специалист по Германии У нас 28 дней может человек находиться в отпуске Правильно? В Германии 20 дней Вот И очень важно У нас, опять же, не догма трудового законодательства Оно, наоборот, идет вперед Буквально недавно у нас сделали так Что можно отпуск разделить Половину отпуска можно в одном половине года Половину отпуска в другой половине года Это говорит о том, что Социальная направленность трудового законодательства Она усиливается в Российской Федерации Не ухудшается, а усиливается Но ведь это же и обоюдоострый меч Смотрите, если у меня сотрудник, например, хочет зарабатывать больше денежных средств И готов оставаться после рабочего времени Это его право Хочет оставаться работой Он хочет Нельзя его принуждать Подождите, подождите Но у меня тогда по трудовому кодексу Обязанность выплачивать ему Наталья, подскажите За сверху, за переработку За переработку Потому что у меня регламентировано рабочее время То есть человек отработал 8 положенных часов Он сидит и говорит Я готов работать по 12, по 14 часов Но я, как работодатель, не могу ему позволить Потому что тогда у меня будет Уже увеличенная ставка По которой я ему должен оплачивать Либо вы должны с ним заключить договор О совместительстве Да, плюс Но все равно оплачивать, естественно, это время И его работу То есть смотрите, какая ситуация То есть трудовой кодекс Загоняет меня в положение Когда я говорю своему сотруднику Дружище Вот у тебя есть 8 часов И по тому, как колокол прозвенел Ты должен просто убежать с работы Он не загоняет вас Он держит вас в рамках Вот и все То есть даже если человек говорит В то же время он держит в рамках и работника Потому что он должен успеть Выполнить свою работу В течение 8 часов Если он не выполняет Уходит Положен Когда по окончании рабочего времени Соответственно Он не выполняет Свою трудовую функцию И дальше идет уже То, о чем мы говорили ранее Что мы его можем наказывать За неисполнение своих трудовых обязанностей Это стимулирует работника К выполнению своих трудовых обязанностей В течение рабочего времени То есть трудовой кодекс все-таки дает Инструментарий работодателю Естественно Единственное, что работодатель должен С руководителем по кадрам Своего предприятия Сесть и немножко разобраться То есть не так, как Это принято кричать Что трудовой кодекс Он полностью загнал работодателей в угол Из любой ситуации Ничего подобного То есть ничего подобного Вот сейчас мы как раз развеиваем этот миф То есть используя Опять же трудовой кодекс С внутренней трудовой распорядок Либо положение персоналия Коллективный договор Коллективный договор называется Мы можем на самом деле наладить Достаточно эффективную работу На своем предприятии И в случае, если сотрудник не выполняет Например, за отведенные 8 часов рабочего времени Те поручения, которые ему выдаются То тогда мы можем сначала назначить комиссию по аттестации Дальше впаять выговор один Выговор второй Сколько выговоров должно быть? Опять же, что значит впаять? Это должно быть законно Паять Сергей, я сразу сказал, что Сегодня у нас передача такая Что вы защищаете у нас работников Наталья, защищает у нас работодатели Я пытаюсь Быть каким-то Судьей, что ли? Упаси меня Господь В принципе, по итогам аттестации Можно даже сразу Да, что специалист не занимает Не соответствует Должности занимаемого, скажем так Ну хорошо, смотрите То есть, как бы, да С врачами это понятно Там легко определить С юристами тоже вроде как понятно С экономистами Как быть Вот аттестации Или там есть специальные какие-то нормы Просто просветите Не то, что Я понимаю, что вы, Сергей На меня смотрите как на коллегу Наталья, вы на меня смотрите как на коллегу И говорите, что Подожди, как ты этого не знаешь Я-то это знаю Это знаю А вот наши радиослушатели Могут и не знать Ну, экономист тоже Такой На самом деле Профессия достаточно широкая Хорошо, продавец У меня У меня недостача У меня в торговом У меня в торговом центре Есть там магазинчик Я торгую Ну, я не знаю чем Ну, мочалками торгую Или подарками какими-нибудь Вот у меня есть два продавца Смотрите Как правило В торговых организациях Есть определенные нормы Как должен лежать товар на полках Да Соответственно Это тоже этим занимается Если небольшая организация То тоже продавец Если там полный бардак Это, кстати, должно быть прописано В должностной инструкции Да Все должно Все, что должен делать работник Должно быть прописано В должностной инструкции Например Никто не отменял Книгу жалоб и предложений Так То есть если поступила жалоба Это тоже А звонок уже к тому Что работник плохо Исполняет свои трудовые обязанности То есть даже книга Жалоб и предложений Вот моему магазину Может даже здорово помочь Конечно Санитарные нормы Которые он не выполняет Так Я прямо вытягиваю Сергей Подхватывайте Слушай, слушай Я смотрю на эту ситуацию Я скажу так Специалист, который работает качественно Он нужен на работе Те критерии, которые вы сказали Действительно подтверждают Объективно Нужен он на этом рабочем месте Или нет Индивидуальный предприниматель Маленький И значит ООО Оно естественно смотрит На процент выручки Как этот работник Действительно выкладывает товар Как идет его реализация Статистика определенная Если статистика идет в убыток Естественно Работодатель скажет Извини Ну Как бы мне не нужна такая работа Зачем Давай лучше Ты найдешь себя В другой области Очень важно отменить Что в России В соответствии с конституцией Свобода Право на труд То есть ты выбираешь Где тебе трудиться У тебя нет обязанностей на труд Если у человека не получается Может найти совсем другое место себе А если получается Если получается То у него должен быть рост У него должен быть Как зарплате Так и вообще Карьерном росте На этом предприятии Огромное значение Задумываться именно О мотивации К труду И это повышает Производительность И желание работника Исполнять все свои Должностные обязанности О мотивации И прочих Прелестях Трудового законодательства Мы поговорим В нашей следующей части А сейчас мы Прерываемся на новости Мы продолжаем Телефон прямого эфира 65 10 99 и 6 Код города 495 Ваши вопросы Можете Отправлять На сайт Finam.fm Я их с удовольствием Зачитаю Нашим Доблестным Экспертом Итак Возвращаясь К ранее сказанному Мотивацией Продавец Подождите Подождите С мотивацией Понятно С мотивацией Продавец То есть по сути у нас На самом деле нету Каких-то нормативных Каким должен быть продавец Должны быть у него продажи Или не должны быть продажи Вот это мы можем прописать В должностной инструкции Или в В правилах внутреннего Трудового распорядка Должностной инструкции Вести учет Товара Мы можем предусмотреть То есть там например Для продавца То есть объем Который он должен продавать Ну это Плохо да? Я прям сморчился Вам не видно Возможно объективно Потому что это не всегда Зависит только от него Угу Бывают Ситуации Когда ни один покупатель Не зашел в магазин Может неправильно Выставлен товар Может он Витрину зашторил Может такое быть Такое тоже может быть Видимо Повесил Табличку Закрыто на учет Да Или все ушли на фронт У продавца Должны быть Побудительные мотивы Именно делать так Чтобы товаропродажа Больше производилась Естественно бывает Что товар не продается Но определенные позиции Должны быть Он должен знать Что меню должен быть продан Для этого он должен Работать головой Что надо сделать Если допустим Какой-то прохладительный напиток Бирочку поставить Холодное Оно и больше Побудительный мотив Будет для человека Приобрести Ну вот это вот Мы можем предусмотреть Должна основной инструкции Что человек тоже должен заботиться Чтобы он понимал Что он не просто приходит сюда На 8 часов Да Не просто сидит и смотрит Опять же таки Можно ему установить Оплату труда По В процентах Отношения От Проданного товара Это будет Отдельной мотивацией Угу И это тоже должно быть прописано В трудовом договоре Кстати Слушайте Ну давайте тогда послушаем Что Думают по этому поводу Наши радиослушатели Вот Алло Алло Представьтесь пожалуйста Добрый день Меня зовут Андрей Я собственно Работодателем Да И хотел Сперва Высказать Как бы Относить эту тему передачи Да А потом задать вопрос Прикладной А Сейчас все что обсуждается В основном На мой взгляд Относится к крупным корпорациям Крупным компаниям И так далее И Ну Наше трудовое законодательство Оно Может быть И защищает Работодателей Раз Да Но если мы Начинаем обсуждать Предприятие с численностью Именно производственное Предприятие с численностью Персонала Менее 100 человек То к сожалению Работодатель здесь поставлен Просто уже практически В позу Допустим Ну прикладной вопрос Да То есть я могу Правильно Так скажем Да В правовом поле Уволить работника Допустившего брак Повлекший за собой Серьезные финансовые Последствия Для предприятия В силу того Да Сергей Полномочия Работодателя По принятию решения Проблема Работодателя Что надо сделать Вы составите Акт Присутствие свидетелей Что определенный брак Он произвел И вы понесли Определенные финансовые потери Один раз Второй раз Все Есть основания уже То что человек Не соответствует Занимаемой должности У вас убытки Только сделайте все Юридически грамотно У вас должны быть документы Не должны махать Руками в суде У вас должны быть документы Которые вы предстоите Судье Судья скажет Уважаемый работник Но вы же нарушили Раз Второе Что вы хотите От работодателя Вот вам ответ на вопрос Я прошу прощения А каким образом Я могу скомпенсировать Понесенные убытки Тогда Ну взыскать с работника Можно только Ущерб Действительный ущерб В размере В размере Средняя заработка Ну то есть фактически Если у меня Тормоделочник Совершил брак Невнимательности Который для меня Увлечет Передискать Всего заказа На швейное производство Вы актируете это Я это актирую Ну собственно Что я и сделал Я это актирую Да Общая сумма убытка То есть у меня Переделка заказа Общая сумма убытка Больше От работника 25 тысяч Если я никогда в жизни Свой убыток не покрою Только в судебном порядке Ну даже в судебном порядке Я говорю Суд решает проблему Очень просто Если с этим работником Не заключен договор О полной материальной ответственности То только в размере Среднего заработка Да это очень важно Подождите Так вот как раз Стоит ли Андрею Заключить договор Например Не договор А материальной ответственности От полной материальной ответственности Да например Там тоже не все так просто Не со всеми работниками Про что Андрей говорит Заключить А только с теми Которые непосредственно Обслуживают Или используют Материальные ценности И перечень Хорошо Вот у него же Вейное производство Сукно Это материальные ценности Думаю нет Материальные ценности Это скорее всего Деньги Кассиры Как правило Мы понимаем Останок Нет Это оборудование Это не материальные ценности Если конечно Он его попортил Тогда да В размере среднего заработка Это не полная Материальная ответственность Алло Да 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 Андрей Мастуш Ну вот В этом и проблема Собственно В судебных решениях Таких Да О том что суд Не признает Как бы да Заработникам Ниносимый финансовый ущерб Коприятию То есть он говорит Что у вас расходные материалы Это полотно Там материалы Краски И так далее То что он Ошибся По невнимательности Не подумав Не все в русские буквы Допустим он знает Хотя русский Да Ну вот Вы не сидели Это называется Да И соответственно Я его на этом Основании Не могу Результат Даже несмотря на Предоставленные акты И вычесть Из него я ничего не могу То есть Наш трудовой Докладатель Меня в этом случае Не защищает никак То есть я как работодатель Должен как-то Ну там себя Афицироваться На убытках И сказать Спасибо До свидания Ну вы должны Видимо заложить Какой-то Процент брака Который возможен Риски тоже При производстве Никто не отменял Ну тут для меня Просто Так подобный брак Влечет полную Переделку заказа Да И если это продолжается Регулярно Ну в результате Мне приходится договариваться С работником О том что я им Ничего не пишу В трудовую книжку Мы как-то Полюбовно расходимся По деньгам Мне подписываются Извините Я говорю Ведомости Да И мы плавно Прощаемся Я работник Мы понимаем Что я взыскать С него В правовом поле Ничего не могу Да А работать Он у меня не будет Ну потому что Вы идете Скажем так На договоренность С ним Определенную Ну а Понимаете Но при этом Я фиксирую Запустим на убытки Да На полностью Переделки Второго заказа Ну целиком Заказа Да Поэтому Вот вопрос Да Такой что Наш Законодатель Да Оно на сегодняшний день Оно защищает И работника И работодателя Там В госструктурах В крупных Корпоративных структурах В крупных компаниях Да А предприятия Вот особенно Производственные Небольшие Да Все сейчас говорят О том Что производства В России нет Есть Но Ему крайне тяжело И сложно Им на все Причин В том числе Честно Я слышу Пессимистический подход Я думаю Что даже вам Надо сходить Не идти на то Чтобы его просто Уволить по соглашению По обоюдному согласию Не надо это делать Если он вам нанес убыток Первый Вы тоже обратитесь Имеете право Трудовую инспекцию Чтобы провели проверку Да Для чего Для того Чтобы вы поставите вопрос Что этот человек Принес вам брак определенный Сергей Проблема Вот именно сейчас В бизнесе Та что Андрею Сейчас надо заниматься Своим делом И вот бегать По трудовым инспекциям И носиться Да еще и потратить на суды Понятно что Мы с вами Да как юристы Ну если он убыток Понес определенную сумму Колоссальная Абсолютно подогреемся на Андрея Но ему сейчас не до этого Ему надо чтобы его Предприятие работало Я понял Каждый должен заниматься Своим делом Туда он должен поручить Определенному юристу Эту работу И все И пускай голову не ломает И занимается работой Ему сейчас надо заказ спасать У него другие проблемы Андрей Огромнейшее спасибо вам Спасибо большое вам за ответы Спасибо большое До свидания В этом то и вся проблема Что на самом деле То что вот вы сказали Да Озвучили кандидата в президенты Он как раз может быть Хотел сказать Что ребят Наш трудовой кодекс Он немножко Не соответствует времени Если мы хотим Идти действительно Экономическим путем Ради бога Предусматривайте Гражданскую ответственность Сотрудника Кстати ее тоже Можно страховать То есть Используйте Современные рыночные условия Но Мы сами Как работодатели Как предприниматели Поставлены В очень Определенную Ну плохую Я бы сказал Ситуацию Мы должны Бороться С пережитками Советского Союза И С другой стороны Мы должны Как бы Двигать экономику Вперед Вопрос с сайта Вот прислали нам Права ли Администрация Поликлиники Которая сейчас Предоставляет Очередные отпуска Сотрудникам Только на две недели Абсолютно Неправо Так Потому что Администрация Должна предоставлять Отпуска В соответствии С графиком Отпусков Который должен Был быть утвержден Еще за две недели До начала Текущего Календарного Года И там Они Должны Были Расписать Предварительно Получив Пожелание Работать Сотрудники Направляют Когда они хотят Согласовываются Все это И Должны Идти сотрудники По графику 28 календарных дней Да Трудовой кодекс Разрешает нам Делить Отпуск на части Но опять-таки Это по желанию Сотрудника Хорошо А если по Производственным Показателям Или по Производственным Показателям Я как поликлиника Не могу Отпустить Вы должны Письменно Ему написать Уведомление По каким причинам Вы просите Его Пойти Сейчас Разделить Свой отпуск И его полное Право Отказаться Либо согласиться То есть Вывод на Вопрос Неправомерное Действие Поликлиники Так что Вот знаете Неправильно Поликлиника Вас Только на 2 недели Отправляют в отпуск Надо на 28 дней Отомстите Поликлинике Ответьте Государству Его же Законом Вот смотрите В принципе Что Касательно Законов И государства В завершении Уже Нашей Программы Я хотел бы Задать Такой вопрос Каверзный Слушайте Сейчас Вот наше Государство Подготовило Очередной Плевок В сторону Работодателя Насколько Я слышал До конца Года Все Работодатели Должны Произвести Аттестацию Рабочих Мест Господи Это что такое Наталья Вы улыбаетесь Значит вам первые Стрелять Ну Аттестацию Еще в 2006 В 2006 В Трудовой Кодекс Была Введена Статья Охрана Труда Так Которая Закрепила Обязанность Работодателя Проводить Аттестацию Рабочих Мест Так Большинство Работодателей Проигнорировали Эту статью Но сейчас На данном этапе Еще более Ужесточили Это положение Потому что Без этой Проведения Аттестации Работодатель Не получит Подтверждение Основного вида Деятельности В фонде Социального Страхования И Не сможет Получить Льготы По Взносам От несчастных Случаев И Профзаболевания Куда бежать Никуда бежать Не надо Надо зайти На сайт Минздрав Соцразвития Выбрать Минздрав Соцстрах Выбрать Аккредитованную Компанию Которая Проводит Эти аттестации Рабочих Мест Издать Приказ О создании Комиссии В которые Войдут Члены Этой Организации То есть Всю эту информацию Можно узнать На сайте И провести До конца года У нас есть время Иначе Ваш главный бухгалтер Скажет вам Огромное спасибо За то Что не смог Сдать отчет Вовремя Понятно Я благодарю Наших гостей Наталью Колоскову И Сергея Елисеева Спасибо вам Большое Что прибыли Я прощаюсь С вами До следующей Недели А сейчас Новости Субтитры Субтитры Субтитры